Ауузу биллэхи мина шейтанин рожим, бисмиллэхи ррахманин ррахим, альхамду лиллэх, вассалату вассаламу аля расулиллэх, у аля алихи, у асхабихи, у ману алях, амма абаад, ассаламу алейкум, у рахматуллэхи, у баракату. Дорогие мои братья и сестры, хочу рассказать вам хадис посланника, саллиллэху алейхи вассалям, где он нас предостерегает уподобляться иудеям и христианам. От Абдуллах ибн Амра сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах, и приветствует, сказал, не из нас тот, кто уподобляется не нам, то есть не мусульманам. Не уподобляйтесь ни иудеям, ни христианам. Поистине, иудеи здороваются, делая знак пальцем, а христиане делают знак кистью. Хадис передавит Тирмиди, и он назвал этот хадис хороший. Первая часть хадиса указывает на то, что уподобляться не мусульманам является запрещено по шариату. Посланник Аллаха, саллиллэху алейхи вассаляма, сказал, «Ман ташаббаха бе каумин, фа хуа минхум». Тот, кто уподобляется какому-либо народу, тот из них, сказал посланник, саллиллэху алейхи вассалям. Хадис передавит имам Ахмад, абу-Давуд и Байхаки. Шейху л-Ислам, ибн Таймия, сказал о хадисе. Тот, кто уподобляется какому-либо народу, тот из них, сказал, «Этот хадис самый меньший указывает на запрет уподобления кафирам, даже если внешне оно указывает на куфр того, кто уподобляется им». Это как слова Всевышнего Аллаха, «А кто из вас помогает им, тот из них». И об этом же слова Ибн Амра, который сказал, «Кто жил на земле многобожников, исправлял их праздник Навруз, то есть праздник весны, и уподоблялся им, пока не умер, тот в судний день будет воскрещен среди них», – сказал Ибн Амр. «Смысл этого о полном уподоблении, ибо только оно влечет куфр. И человек из числа кафиров по мере уподобления им, что может быть как куфром, так и грехом». Ихтилла Асирату Аль-Мустакейм, книга Ибн Таймия. «Имам Аль-Навави, Аль-Мунаави, Ас-Сан'ани, Ибн Абидин и другие, да смилостивиться над ними, Аллах сказали, что запрет на уподобление распространяется по отношению ко всем сообществам, будь то эти неверные, грешники или же приверженцы на уведение. Этим людям нельзя уподобляться». Даже, допустим, есть какая-то каста людей среди мусульман, грешники, у них есть такой свой стиль одежды, манеры, даже им нельзя уподобляться. Не только кафирам или же иудеям и христианам. Всем грешникам и евновавиденцам, им на них уподобляться запрещено по шариату. Однажды Абдуллах ибн Утфа увидел человека, который совершал что-то, что делали иностранцы. Он сказал, «Пусть человек опасается быть иудеем или христианом, сам этого не замечая». Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Не наступит час, пока не начнет моя община следовать за общинами, появляющимися до нее. Пять за пятью, локоть за локтем». Люди спросили, «О, посланник Аллаха, то есть за персами и византийцами?» Он сказал, «А за кем же еще?» Эти хадисы, братья мои и сестры, указывают на то, что мусульманину нельзя уподобляться, во-первых, кафирам, не мусульманам, в одежде, в поведении, во всем, в их праздниках, в их обычаях. Ни в чем нельзя уподобляться, делать то, что делают они. Шариат нам строго запрещают. Также уподобляться грешникам, если даже они будут из числа мусульман. Например, есть число мусульман, группа мусульман, какие-то нововведенцы или же грешники, у них есть отличительные свои черты, и на них нельзя уподобляться, даже если они мусульмане. Мусульманин всегда должен уподобляться пророку, с подвижником, и подобные, и мусульманам, соблюдающим свою религию. А вторая часть этого хадиса указывает на то, что нельзя уподобляться иудеям, и христианам, и здороваться поднятием пальца или же кисти рук. Иудеи здороваются поднятием пальца, а христиане здороваются поднятием кисти рук. Часто видишь братьев здороваются поднятием пальца или же поднятием руки. Посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, запретил нам подвелиться этим. Посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, также сказал, салам человека поднятием одного пальца является деянием иудеев, сказал. Таким образом, здороваться с помощью поднятия руки и, в частности, пальца нельзя, несмотря на то, что является распространенным явлением среди русскоязычных мусульман. Что же касается хадиса Асм бин Тиазида, который рассказывал, однажды посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, проходившийся мимо нас, находившихся среди нас других женщин, приветствовал нас рукой. Посланник, саллиллаху алейкум, проходил мимо женщин, и он, посланник, саллиллаху алейкум, поздоровался с ним поднятием рукой. Абудавуд передал этот хадис. Этот хадис не противоречит упомянутым хадисам. Упомянутый первый хадис – это основа в запрете на такой вид салама. А хадис Асм бин Тиазид исключает, и он указывает на то, что так поступать можно, если тебе не слышно, человек сдалека. То есть, если тот, кого приветствует, далеко и не слышит тебя, в этом случае можно поднять руку, чтобы он понял, что ты с ним здороваешься. В таком случае нет проблем. А если человек тебя слышит, друг друга вы слышите, нужно здороваться. Давай ему салям и пожимай руки. Вот такой салям у мусульман. А вот поднять палец или же руку, поднимать это все, относится к деяниям иудеевых христиан. Прекрасно объединил эти хадисы Хафид ибн Хаджр, рахматуллахи алей, сказавший, запрет на салам с помощью жеста связан с тем, кто в состоянии произнести слова салама языком. Что же касается того, кто был занят, что не смог произнести салам языком, как совершающий молитву, находящийся далеко, или же глухой, то такой вид приветствий для них узаконен по шариату. Фатху-ль-Бари. Вот, брат, хадис посланника, саллиллаху алейсалям, этот хадис запрещает нам уподобляться какому-либо народу, не из числа мусульман, даже если они из числа мусульман, грешники, на них тоже нельзя уподобляться. И когда здоровается по исламу, подходишь, салам даешь и руку поднимаешь. А если человек далеко, то нет проблемы здороваться с действием. Валлаху а'лем. Вассаламу алейкум. Рахматуллахи в баракату.